Всем привет, я Джаро и сегодня я на Страна.ФМ, пою для вас и общаюсь. Наверняка вы знаете меня по хитам как королева танцпола, это мой кайф, по известному дуэту Джаро Ханза, но сегодня я сольный артист и я пришел сюда со своей историей. Родил себя в Грузии, в городе Морниули, это провинция Камекартли и до шести лет я жил там, потом мы с родителями эмигрировали в Россию и собственно лет 14-13 я начал заниматься музыкой, то есть у меня уже была студия, а стихи я начал писать где-то в ранее 9 лет. Это всегда было про маму, про родителей. Я не вспомню какие строчки были, потому что я даже не помню то, что написал вчера. Мы с ребятами обычно сочиняем это без тетради, без блокнотов электронных, мы просто начинаем фристайлить в микрофон. То есть строчку записал, попробовал еще строчку, еще и так бесконечно в микрофон. Даже сегодня песни раз-два-три на рахате, они были написаны так и я не знал как их петь, я то есть забывал слова. Делаю музыку по такой схеме и видению, что если я вот если я ее записал сейчас, она вот больше ее нельзя менять. У меня, то есть если я записал один раз какой-то куплет, я уже не переделываю и очень-очень много людей, я не знаю зачем, они переписывают и переписывают, они переделывают аранжировки, пытаются что-то докрутить. Я думаю, что самое главное, чтобы в музыке была душа, то есть чтобы человек искренне передал свои эмоции, настроения и в песне говорил реально о своей жизни, потому что все, что не касается его, как бы он сделает это искусственно. Мы с ребятами считаем, что нужно записывать сразу как есть, с теми эмоциями, с тем чувством и больше не трогать это. Ну вообще, в целом, как бы я могу сам сесть написать аранжировку, текст, собственно, записать себя самого и свести и сделать мастеринг, еще и обложку. Мне так повезло в жизни, что я встретил ребят талантливых и которые довольно долгое время они со мной работали абсолютно не за деньги, а за идею и до сих пор со мной и поддерживают меня в любой момент. Это наш лейбл Блик, собственно, где очень талантливые ребята и помимо того, что они сами артисты, также они работают над моей музыкой, они помогают с аранжировкой, есть также прекрасная студия, партнеры как DarkSat, где мы работаем и делаем свой материал. Я не один какой-то главный или что, просто я самый старший, вот, я типа, падик. Вот, но в целом, как бы, это идея нашего братства, определенных людей. Это аббревиатура, которую я не могу как бы озвучить. Лейбл, который ведет именно новую школу. Знаете, зачастую новую школу презирают и недооценивают, потому что очень много мата и много всего, но мы делаем другое. То есть мы пытаемся пережитым опытом, вот, поделиться как бы своим слушателям. То есть мы пишем именно про жизнь, про то, что видели, про то, что знаем, про то, что нельзя, чтобы молодое поколение оно знало, как бы, вот. Это прекрасная девочка Амура. Я думаю, что она будет скоро собирать стадионы. Это Скази и Мане Уна. Это вот мои, как раз, помощники. Это ребята, с которыми мы открыли этот лейбл. Также есть Бэби Флага, есть куча других еще чуваков, которые занимаются, допустим, съемкой видео, сниппетов, но параллельно они еще из теле трэпа, типа. У нас каждый дома, типа, у нас, то есть мы снимаем дом, в котором живем все, и, собственно, все занимаемся творчеством, то есть делаем музыку, вместе, там, не знаю, думаем над каким-то клипом, то есть, ну, как-то так. Ну, попасть в лейбл к нам, типа, ну, в общем, мы не набираем, мы не работаем на количество, и все приходит, как бы, органично. То есть я когда-то познакомился с Мишей, это Сказе, а я заметил в нем большой талант, и потом мы потянули Мане, вот, и так постепенно-постепенно потянули всех их друзья. То есть на самом деле все эти ребята, они когда-то общались и держали связь, но познакомившись с Мишей, так получилось, что я их вытянул всех обратно в одно место, и они, вот, все друзья собрались. Что касается современной музыки, я, ну, вообще не собираюсь кого-то осуждать и говорить, что это не так. Ну, я не считаю, что, то есть, есть артисты, которые, там, не знаю, типа, чем-то хуже других, если они там делают какую-то музыку, если это что-то нетрушное, там, или что-то. Если брать Запад, даже последний пример, там, диджей Каллетт, когда с Дрейком на клип позвали, вот, Бибер, да, то есть они этим показали, что чуваки, которые селят рэп, также могут тусить с чуваками из поп-культуры, типа, ну, это нормально, и я также пытаюсь, типа, делать новую школу, работать с чуваками из новой школы, также параллельно, типа, делать поп-музыку клевую, это же, ну, типа, это все музыка. И частенько у нас, вот, даже, меня осуждали, там, закрали в танцполе, и это мой кайф, потому что, типа, она вот тупая, она слабая, там, очень слабый припев, там, ничего разумного. Но я устал объяснять людям, что я не пытался этой песне научить чему-то, воспитать кого-то. Это песня для того, чтобы вы отдыхали, как бы, не больше. Если какой-то чел в этой песне пытается найти какой-то смысл, а потом меня обвиняет, ну, я думаю, что он просто, ну, IQ, там, где-то, короче. Вот. Ну, я говорю, что любой музыке есть место быть, и пусть все творят и делают, что знают, и, то есть, что от них идет. Потому что я, вот, Даша, замечаю, что вот уже я, как мои предки, как мои родители, начинаю говорить, вот в наше время уже там, ну, была такая музыка. Ну, музыка всегда будет меняться, и меняться будет общество, так что я думаю, это нормально, и надо не то, чтобы осуждать, а, наоборот, поддерживать это. То есть, кто-то придумал что-то интересное, новое. Возможно, ты это не понимаешь, не выкупаешь, чувак, там, где-то и цатка, но ты должен, как бы, поддерживать, наоборот, это. Ну, я думаю, что так работает Запад, и так все идет. Надо доверять молодым ребятам, потому что, ну, это новое поколение, это новый взгляд. Ну, отношение к мату у меня нехорошее, но я употребляю это. То есть, ну, в общем, я был воспитанным мальчиком, и когда я переехал в Тольятти, я понял, что там так не выживешь. Нужно было, как бы, уметь разговаривать. И после того, как я уехал в Тольятти, это осталось со мной, это повсюду катается, со мной ездит, это внутри меня. И имея, как бы, сейчас сына, у меня сыну почти три года, я понимаю, что нужно менять это и переставать материться и в песнях, и вообще на людях, потому что, ну, все равно он через пару лет подрастет, он будет брать пример, как бы, с меня, и это будет не очень клево. Я пытаюсь максимально, максимально сокращать матерные слова, как бы, в своей речи, в общении, но пока, пока оно есть. Буду работать над этим. В песнях, блин, ну, многие, конечно, там говорят, что, там, не знаю, поешь эту песню, ты разращаешь людей, ты портишь новое поколение. Но Эминем сказал очень клевую вещь, когда его обвиняли в том, что он матерится в песнях. Он сказал, что моей дочке нет 18, и она еще не слышала мои эти песни. То есть она ограждена от этого, то есть все зависит от воспитания родителей, да и от самого человека. Я думаю, если у человека есть голова под песню «Крылья танцпола», он не пойдет там пить виски с колой. Вот. Просто потанцует и ничего больше. Вот. Нельзя ругаться нигде, ребята. Все. Ну, что могу сказать по поводу образования. Я думаю, что школьная система сейчас слишком переоцененная вещь, и к этому подходит слишком серьезно. Я думаю, что дети в таком возрасте, да даже, там, не знаю, одиннадцатиклассники, десятиклассники, я думаю, что у них не должно быть такой нагрузки. То есть их очень много заставляет учиться. Какие-то электронные дневники следят за ними максимально, что они там едят, что они делают. То есть максимально с самого рождения как будто какая-то система начинается. Типа, ну, мне это очень не нравится. Не нравится то, что когда я был в школе, в пятом, не помню, в шестом классе, когда я рассказывал какой-то закон, там, на уроке физики, я рассказал это своими словами. Вот, как я это понял. Я это размышлял со своим отцом, вот, и мы пришли к какому-то ответу, и... Ну, я не понимал, что написано в книге. То есть я мог это прочесть, я мог понять, что это за слова, но в целом, то есть я не понимал теорию, точнее, практику. Вот. И, собственно, я объяснил учителю своим языком, и он сказал, слушай, так ты будешь рассказывать маме дома с папой, а здесь по книжке. И мои одноклассники, они просто читали это как стих, и, собственно, их поощряли за это. Я думаю, это какие-то боты, но, типа, так нельзя. Я думаю, наоборот, это здорово, когда человек понимается, как бы, может объяснить своими словами, что это. А когда это учат стихи, ну, окей, пусть, типа, ну, это же не урок литературы. Вот. По поводу университета. Это уже какая-то брендовая история. Это как будто вот, ну, ты покупаешь себе тачку, типа, куда ты, в какой салон ты пойдешь. Потому что я учился, меня отчисляли с третьего курса, и, честно, я очень и очень боялся того, что все, что говорили в школе и в университете, то, что вот если ты не доучишься, у тебя ничего не будет. Ну, настолько уже запугали, я реально сидел, думал, ладно, короче, похороны, типа, нет, так нет, пойду работать. И работал на заводе, асфальт укладчик где угодно, там, ну, типа, везде, то есть везде работал. Через какое-то время я осознал, что, ну, типа, это все, как бы, навод страха на человека, чтобы он оставался в какой-то системе, я не знаю. Ну, чтобы, короче, ты не прыгал выше головы, и я думаю, образование нужно, и нужно, чтобы человек сам к этому шел, сам интересовался, чем он хочет заниматься. Быть может, это ботаника, быть может, это конструкция машин или чего-то. То есть, возможно, я хочу заниматься с детства математикой, но при этом не хочу заниматься русским языком. Ну, к примеру, я понимаю, русский язык это как бы стандарт. Но я к тому, чтобы ребенок мог сам выбирать, что он хочет, сам как бы принимал какие-то решения, и у него, чтобы было время вообще подумать, что ему нравится. Типа, вот я с детства, помню, я начал учиться, и каждый день этот гребаный портфель, эти книги, постоянные какие-то домашние задачи. А у нас еще такая семья, что я с 11 лет работал, и мне параллельно надо было еще суетить бабки. В общем, ребят, учитесь, сами интересуйтесь. Если у вас есть какое-то желание познать что-то, заниматься каким-то бизнесом, вам не надо идти на какие-то университеты и там тратить 5 лет своей жизни, 4 года, я не знаю. Это достаточно просто открыть нужные книги, сидеть и читать. Если вам нужны люди, которые будут вас контролировать, то, что вы прочли, что вы изучили, это можно сделать гораздо дешевле, оплатив кому-то одному человеку, который будет контролировать и вести вас, нежели отдавать это кому-то университету, который просто будет вас дрочить, вы будете ездить с одной пары на пару, который первый корпус здесь, второй через 20 километров, эти чуваки ходят, бегают с хот-догом, как бы, с одной пары на другую, но я думаю, это издевательство. Кстати, меня еще и с 10 класса отчислили в школе, вот, так что спасибо всем, ребята, моему директору, всем огромное спасибо, что меня выгнали, я начал заниматься своим любимым делом. Ну, в общем, с родителями у меня особый случай, есть много разных моментов, но в любом случае я их очень люблю, и сейчас в таком возрасте я понимаю, что, возможно, они даже растили во мне какую-то такую большую силу, мотивацию, как бы, не сдаваться. Очень часто, когда я писал музыку, мама просто выдергивала комп из розетки, и у меня пропадал весь проект. Я сидел от отчаяния, иногда думал, вот, может, реально завязать с этим, потому что все, что бы я ни делал, то либо дергать из розетки провод, то либо приходит, кто-то портит мне настроение, кто-то, возможно, кричит и говорит, что это не то. Постепенно, постепенно я вот, ну, слушая, там, не знаю, от мамы то, что я занимаюсь не тем, возможно, ее переживаниями, там, от братьев, от окружающих, я, скорее всего, из-за этого окреп, и, типа, ну, не замечая уже этого. Моя мама, она, когда мне было 6 лет, в Саратове, она отвела меня в музыкальную школу, где я учился, проучился недолго, потому что мы часто с семьей переезжали. С одного города в другой. Обычно это Саратов-Тольятти, Тольятти-Саратов, вот, из-за работы моего отца. И, собственно, я не успел доучиться, но у мамы было большое желание, чтобы я стал композитором. Но, когда я начал заниматься хип-хоп-музыкой, именно, вот, делать рэп, у нее началась легкая паника, и я, типа, я вполне понимаю, и вообще родителей нужно понимать, они волнуются, это нормально, и чтобы они не волновались, не переживали и поддерживали тебя, ты должен сам что-то сделать, то есть доказать, что ты идешь в правильном направлении. Вот, они как будто, вот, ну, тебя поддавливают, и у тебя мотивация быстрее взорвать, быстрее заработать какой-то лям, принести им домой, сказать, вот, держите, и спокойно идти заниматься своими делами дальше. Мама, короче, меня беспокоилась, папа, видно было, что тоже беспокоился, но он меня очень, короче, поддерживал. Я думаю, он у меня замечательный отец, очень. Когда у нас особо денег не было, короче, он мне очень помог. Я купил какое-то оборудование и занимался музыкой. Купил квартиру, и ребенку, когда мы приехали, очень много денег уходило на мое лечение, и у меня с детства была депрессия от того, что мои родители живут не той жизнью. Вот из-за этого, как бы, я очень хотел первым делом купить им хату, чтобы они, ну, нормально жили, как бы, и я мог нормально жить и не думать об этом. Когда я был, да, ну, типа, да, у меня, типа, ну, порог сердца, там, многое другое. И в возрасте 11 лет у меня вообще ноги отличились на полгода. У меня не работали ноги, я лежал в больнице. Ну, я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то меня жалел, типа, это просто я рассказываю о своей жизни, меня жалеть не надо. Будучи обычными работниками, типа, мама была домохозяйкой, а папа всегда работал на стройке, либо еще где-то. Они, ну, все деньги отдавали мне на лечение. Я сидел и постоянно был в депрессии. Ну, музыка эта всегда была тем, что вот, куда можно было отвести душу. Вот у меня накопилось, допустим, у меня там и отец такой же. Вот накапливается, накапливается, вот оно собирается здесь, и вот не можешь отпустить, вот, ну, вот здесь. А когда ты переливаешь какое-то творчество, кстати, он тоже пишет стихи, просто никому не показывает. Вот, когда переливаешь это в творчество, как-то видишь свою боль более, ну, красивым. То есть, если здесь есть какая-то тема, допустим, не знаю, тоже там, не знаю, связанная про родителей, да, если это сделать из этого музыку, красивую музыку, добавить красивые аккорды, а записать это интересно, то вроде эта боль, да, она превращает в что-то такое клевое, и ты уже справляешься с этим, ну, я думаю, получше, и принимаешь это как-то интереснее, нежели держать здесь. Потому что я думаю, что мы, как накопитель, я не знаю, типа вот, у нас очень много информации, которую мы должны куда-то переливать, и я думаю, если девочки там ходят, рассказывают друг другу какие-то секреты и так далее, то музыкант – это артист, в первую очередь, тот, кто изливает душ. Деньги так деньги, но я особо не трачусь. Вся основная затрата у меня уходит на бэнда, на моих ребят, на продукты, на передвижение, на какие-то проекты, то есть реализации там идей сниппетов, то есть снять что-то, фотосессии. И у меня нет денег, у меня нет вообще денег. Я примерно знаю, что я в течение недели могу заработать около полмиллиона, и я знаю, что оттуда надо дать родителям, оттуда дать кому-то. Это разделяется, то есть я ничего не вижу больше. Но я думаю, что я заработаю очень много денег. Это придет, и сейчас я ни в коем случае не хочу закрываться с деньгами, которые там, не знаю, придут за один раз, это, возможно, какой-то аванс, там, не знаю, или какие-то отчеты, да. И жить себе в кайф. Я успею еще пожить так. Я это постоянно пытаюсь вкладывать куда-то. Возможно, иногда очень глупо, но не какие-то бизнес-проекты, то есть что-то вот, которое здесь, там, не знаю, товарищи или куда-то еще, на лечении кого-то. Ну, у нас, допустим, такой комьюнити в нашем народе, в нашей семье, что если у кого-то, допустим, что-то случилось, обычно там, ну, скидываются, там, типа, помогают. Сейчас у меня нет такой возможности, но нахаслим и будем помогать дальше. Про период, когда у меня не было денег, ну, это было всегда, это было часто, постоянно. И я думаю, что на самом деле деньги, отсутствие денег, это не так страшно. Честно, многие люди, которые привыкли, там, тратить в месяц, там, около 100, там, 50, 200 тысяч на просто нужды свои, они очень боятся того, что, ну, не будет денег. Я так часто уже оставался без них, что я уже понимаю, что, ну, можно вывезти без денег, можно нормально, там, не знаю, сэкономить и приготовить не то обычное, что ты ешь, а там пожарить картошку, там, еще что-то. И, в общем, деньги, это не настолько сильный инструмент, но в тот же момент это идеальная вещь, как инструмент, который можно использовать правильно. То есть я считаю, что деньги в основном в нашей среде используются не совсем по назначению, не так, как нужно, не так, как можно было, потому что вещи, которые не имеют неодушевленные вещи, какую-то фигню, могут продать за несколько лямов, там, долларов. Хотя мне в директ пишут, хотя у меня инстаграм не такой популярный, но мне все равно пишут, я пытаюсь там поддержать, что какому-то ребенку на лечение нужно там 6 миллионов, и они не могут собрать. Ну, я думаю, что это, ну, это, думаю, неправильно. Это очень неправильно. То, что я у себя в директе вижу постоянно сотни сообщений, что каким-то маленьким детям тупо не могут помочь. Вот, это печально. Родители. Говорю, папа работал на стройке. Я всю жизнь так же, ну, пытался что-то сделать. Свой первый телефон я купил, продавая пирожки на торговой точке. У всех были телефоны, и я, конечно, как малой тоже хотел. И я с мамой разговаривал, и с папой, говорю, я знаю, что у вас нет, но мне нужен мобильник, типа, что делать. И мне папа дал 500 рублей, сказал, иди к маме, она тебе поможет. И мама сказала, сходи в магазин, купи муку, масло, там, еще что-то. Я принес это, она напекла мне пирожков, и я рано утром ходил туда и продавал. И за неделю, или там за две недели заработал около 13 тысяч рублей. Потом еще кофе в три в одном делал и чай. Вот, и в один момент, типа, когда я уже заработал деньги, основную сумму я отдал родителям, там, типа, мне вообще немножко нужно было. Дядя ко мне, помню, подошел, и они до сих пор это вспоминают. И он говорит, Орхан, завтра будет очень много клиентов, сделай двойнее больше. Я ему сказал, что, извини, дядь, это не мой бизнес, короче. Я уже заработал, что нужно, типа, вот. Ну, папа постоянно, как бы, ограждал меня. Он говорил, что не нужно работать, что учись, работать всегда успеешь. Что, ну, пусть у тебя, как бы, работа и жизнь будет лучше, чем у меня. Типа, вот так вот. Из-за этого мы с сестрой, если работали, что-то делали, то делали тайно, скрыто, потому что, ну, родителям не очень это нравилось. Но, к сожалению, многие не знают и другую сторону, то, что я делаю абсолютно разную музыку, и как мы двигаемся в реальной жизни, что происходит. Ведь многие думают, что артист, клево, девочки, тачки. Каждый день испытания. Вот я понимаю, что если бы я правильно управлял своим деньгами, я вообще очень неграмотен в плане финансов, распределений. Но я думаю, что, исходя из того, что вот я вижу, куда нужно, чувством именно души, сердца, то есть кому впервые отдать эти деньги или куда-то распределить, я думаю, все равно это тоже как-то более-менее правильно. Многие, многие артисты, я знаю, что они склотили состояние, живут классно. Я успею. В каком понимании верующий? Ну, просто я это расскажу, что я верующий, да, но у каждого свое видение, что такое вообще вера и прочее. Я очень вдохновлен и пророками, и я думаю, что Бог есть. И когда-то я был скептиком, то, что я размышлял над тем, что может нет, а может есть. В один момент то, что произошло в моей жизни, я осознал, что это есть. Я думаю, что не обязательно там, не знаю, молить что-то Бога и прочее. Если ты искренне, у тебя что-то здесь, по-любому это все чувствуется, и все как бы видится и знаете. Просто многие-многие люди, которые меня окружают, частенько, возможно, как-то меняют мнение обо мне, хотя я их искренне люблю. На каком-то уровне, в каком-то моменте они иногда приходят и говорят, типа, Орхам, блин, вот, ну извини, короче, я не так думал за тебя и так далее. С этими людьми я обычно разговариваю про религию, хотя я не, будучи мусульманином, я не совершаю намаз, не делаю все это, возможно, пока что. Я не знаю, но я очень открыт к этому, и я постоянно думаю, как привести свою жизнь в немного то, что когда-то создал Мухаммед. Саллаху алейкум саллаху алейкум саллаху алейкум саллаху алейкум. По-другому не выйдешь, потому что у нас внизу стояли офисы, где, то есть, считали деньги, возможно, хранили. Пришел какой-то мужик, ну, дедушка, и от него было такое чувство, как будто, знаешь, как будто это вот мой дед, хотя, ну, моего деда уже точно как бы не было. И он, в общем, сказал, сынок, слушай, а у тебя есть что-нибудь покушать? И у меня было тысяча рублей в кармане. Вот я как раз записал кого-то на студии, я работал на студии, записывал, зарабатывал с этого. Я говорю, дед, возьми тысячу рублей, говорю, что хочешь, купи себе, вот. А он говорит, нет, мне деньги не нужны. Я говорю, а что? Ну, говорит, мне еда нужна, сынок. Ну, если у тебя нет, говорит, я пойду дальше. И я думаю, ну, окей, сейчас я поднимусь домой и соберу тебе покушать, что есть. И поднялся наверх, а у меня мама вообще очень верующий человек. Она очень искренняя, как бы настоящая, так же, как отец. Я думаю, что они без хаты, потому что не воруют. Они очень верят, вот. А я говорю, слушай, там такой дед, говорю, вообще, ну, приятный, говорю. Ну, в общем, надо помочь, хочет покушать. И все, что было в холодильнике, мама завернула, упаковала как-то. И я помню, даже еще и суп вынесли на тарелке. В один момент, то есть я отдал ему это, и это было закрыто, наша территория. И мама видела сверху все. Я отвернулся, что-то там, повернулся обратно, и его нет, короче. Я вообще, я искал его по всей территории, то есть нигде его не было, этого мужика. Я охренел просто. Вот, и так же одна женщина в какой-то момент пришла ко мне, я был в Саратове, пришла ко мне и сказала, что вот моя песня, мне ее сделали вот так. И мне не нравится звук, можешь, пожалуйста, как-то помочь мне отредактировать это. А это был мастеринг уже, то есть финальный звук, когда уже громкость поднимает настолько, что ты уже ничего не сделаешь с дорожкой, никак не обработаешь. Я это объяснил, говорю, слушайте, я говорю, ну здесь уже все потеряно. Либо переписывать, потому что невозможно переделать, либо оставлять как есть. И она говорит, ну на той студии, на другой мне сказали, что сделают, типа и даже так. Я говорю, ну они вас, скорее всего, наверное, обманут, потому что, ну, это невозможно, я с 13 лет сижу как звук режиссер, типа это не может быть. И она сказала, ну спасибо, хорошо, а ты песни пишешь? И она это спросила так, как будто она знала, что я пишу. Я говорю, да, пишу, вот, и она говорит, а ты продаешь? Я говорю, ну, продаю, когда именно вот пишу заново для кого-то свои песни, я не продаю. Ей понравилась одна из песен, она сказала, говорит, давай я куплю у тебя ее. Я говорю, извините, это про мою женщину, вот, про мою любимую, и я не могу это продать, вот. Потому что я это хочу оставить себе максимум, я говорю, бесплатно могу с вами сделать это вместе спеть. И она сказала, да, мы споем вместе, но я тебе заплачу. И, в общем, она ни в какую не сдавалась, и, говорит, сколько стоит? Я говорю, окей, 30 тысяч рублей. И она говорит, я заплачу тебе 300. Я говорю, зачем? Говорю, ну, типа, вот 30, говорю, мне вообще хватит, все классно. И она научила мне уважать себя, вот, она научила не пригибаться, короче. Она говорит, Орхан, у тебя клевая музыка, и я думаю, что люди, которые пишут куда хуже тебя, не так, возможно, клево и приятно, не так хорошо, они просят с меня больше, чем ты. Почему ты не можешь брать нормальную сумму за это? Я отказывался до последнего, и она сказала, через три дня я приеду к тебе и куплю тебе эту песню. И я в панике думаю, зачем, для чего она, сколько там, ну, столько денег, зачем мне это, типа. Ну, типа, мне было страшно брать такие деньги. Прошел день, два, и ее не было. Я думаю, ну, ладно, все классно, как бы все. Прошло мимо, не надо, идем дальше за 30 тысяч. И в один день потом она приехала, позвонила мне, говорит, выходи. Я вышел, сел в машину. Она открыла огромную сумку Louis Vuitton, где пачками просто валяли деньги. Она мне достала, отсчитала 300 тысяч. Я говорю, слушайте, может, точно не надо, говорю, пожалуйста, давайте вот, я вам, ну, хотя бы за 100, говорю, давайте сделаем, потому что, ну, мне страшно, может, мало ли, вам завтра не понравится, или что-то пойдет не так. И она мне сказала, Орхан, просто бери, и все, короче. Я забрал деньги, и я отнес это родителям и сказал, мам, давайте пока не тратите эти деньги, давайте отложим, потому что я не знаю, что будет, мы с нашим заработком никогда не вернем эти деньги. И, собственно, через какой-то момент я по ее соцсетям увидел, что она в другой стране. Она была в Индии. Прошел месяц, два, три, я эти деньги не тратил. И я постоянно писал, может, приедешь, может, приедете и запишете это, сделаете, потому что мне неудобно, некомфортно, я каждый день думаю об этом. И она всегда меня утешала и говорила, пусть это сообщение даже в социальных сетях будет для тебя как знаком того, что, типа, вот я подтверждаю, что ты можешь делать что угодно. Но мы деньги не трогали. И в какой-то момент я увидел фотографию, где она была после химии, то есть у нее был рак. И оказывается, все методы, которые она там пыталась принимать на себя, где-то там, не знаю, лечиться, ну, ничего не помогало. И она полетела в Индию, где вот была в каких-то центрах реабилитации. Она мне написала сообщение и сказала, что, может, я как-то смогла тебе помочь. И, типа, в какой-то момент стал для тебя ангелом. Орхан, типа, ты хороший парень, типа, я тебя обожаю, у тебя все будет хорошо. И я на тот момент знала, что я переживал тяжелые отношения со своей будущей женой, потому что ее родители два года не выдавали ее за меня. В настоящий день я увидел в ВКонтакте сообщение на ее странице, ее друзья написали, что она умерла. Она умерла в ту минуту, там было написано, короче, когда она написала мне сообщение, типа, вообще. И вот после таких вещей я думаю, что человечность и, типа, все это, все это есть. Просто рано или поздно каждый приходит к этому сам. Я думаю, что ни в коем случае никого нельзя заставлять, там, типа, уверовать или, наоборот, твердить, что Бога нет. Чувак, занимайтесь своей жизнью, и каждый, то есть, сам для себя решит, что ему нужно. Так, есть история, продолжение дальше. У меня была не самая лютая свадьба, были чисто самые близкие и прочие. И представляешь, насколько, типа, идеально, что эти 300 тысяч мне хватили. Типа, ровно на свадьбу, вот, и... Ну, она как раз мне намекала про то, что, типа, возможно, тебе это нужно будет, и как-то так, вот. Не знаю даже, что еще сказать. Я нашел, где ее похоронили, и я даже через родственников, у которых есть возможность, я пытался найти ее родственников и вернуть эти деньги. Потому что я считаю, что, ну, если она помогла мне так... Ну, я, конечно, могу помочь какому-то другому человеку, да, но я хотел бы узнать, что творится у нее в семье. Возможно, может, у нее старая мама, там, не знаю, где-то живет, я не знаю, в пригороде или еще что-то. Ну, хотелось бы как-то, ну, поддержать ее. Я думаю, что у них все, как бы, very good было, но в любом случае надо проверить. Похоронили ее в Краснодаре, и я все никак не соберусь поехать к ней. Я думаю, что ее сделают. Я просто это еще в детстве индийский фильм смотрел с тетей, я сентиментальный. Вот иногда не могу как бы. Ну, это ВКонтакте, собственно, Инстаграм. Тиктока у меня больше нет. Скорее всего, мне нужно этим заниматься. Ну, если я буду снимать что-то там даже, я буду делать что-то интересное. Ну, я никого не осуждаю, но мне кажется, что очень многие взрослые люди себя ведут слишком, ну, ублюдцико по-детски. Вот так вот. Ну, стрёмно должно быть, немного. Немного стрёмно должно быть. И если ты делаешь контент, делай что-то прикольное. Вот эти вот дрыгалки, танцевалки. Ну, это нормально для каких-то девочек, для подростков, для как бы такого круга. Немного отстранился. Значит, Инстаграм, Ютуб. Ютуб, кстати, у меня очень хорошо развит. Наши клипы там набрали большие количества просмотров. Вот «Ты мой кайф» недавно пересек 95 миллион просмотров. «Королев танцпол» только на одном клипе 45 миллион. Ну, больше ничего. Есть еще твиттер, о котором никто не знает. И я иногда что-то пишу. И просто для себя как заметки. Видно, наверное? Короче, мы с Ханом, я думаю, первый открыватель тиктока в России. Но именно наша песня стала сигналом того, что там можно развивать свое творчество. То, что там песни могут расти благодаря контенту. И сейчас уже музыка без контента, она мертвая. То есть, если ты не снимаешь видео, как я, твои песни залетают в топ. Но постепенно, постепенно будем приходить к чему-то, чтобы я ищу себя в контенте. И мне хочется делать то, где я буду настоящим. То, что не будет искусственным и типа одноразовым. Говоря про тикток. Я думаю, что это круто. И многие говорят, зашквар, зашквар. А потом переобуваются. Переобуваются и сами ведут свои страницы. И молчат потом. Типа, ну, всем все нравится. Все клево. У нас Россия, это такая страна, где сначала тебя должны немножко вот... А потом, ну, примут. И так же было с Инстаграмом. Говорили, что там одни зализанные. То, что там одни тупые тёлки. Но потом это превратилось в место, где появился качественный контент. И где снимают классные видеоролики. И многие люди. И есть научные паблики. Есть паблики про спорт и прочее. То есть, это стало чем-то интересным. Туда подсуетились все мировые звезды. И все. Для всех это стало офигенно. Тикток точно так же, короче. Я думаю, что изначально это был очень тупой контент. Ну, реально вот деградация. То, что всякие вот, ну, вот детишки снимают всякую херню. И я даже не понимаю, зачем это в ленте. Но постепенно я замечаю, что контент там становится все лучше и лучше. С каждым разом, то есть, когда там листаешь Тикток, смотришь, что-то интересное реально появляется. И какая-то конкуренция. То есть, уже люди думают, чтобы сделать интересней, чтобы это зашло лучше. А не как, типа, что сделать еще дебильней. Собственно, я думаю, что Тикток, это станет лидирующей вообще, наверное, даже сейчас лидирующей, да, как бы, приложения. А Инстаграм, я думаю, скоро уйдет в легкую классику. Будет рядом с Твиттером где-то. И там будет все такое официальное. Типа, вот, там, не знаю, Путин пошел туда-то. Медведев туда-то. Вот. Джару там с тем-то, с тем-то. А в Тиктоке будет, как бы, вся вот, вся новая молодежь, собственно. А все эти ребятки, которые там снимают, они все повалят с Инстаграма. Я думаю, что... В общем, Инстаграм устарел. Он уходит. Так что, ребята, переобувайтесь сразу. Делайте Тикток. Давайте снимать видосы. Будем придумывать вместе, как в Лексит. У нас всегда за страницу Тиктока отвечал Ханзо. Также у него был паблик наш в ВКонтакте, как Джару Ханзо. Я, собственно, имел владение Ютубом. То есть я когда-то создал эту страницу, создал и, собственно, занимался как-то ей. Но особо видеороликов не было. И все, все просмотры и цифры принесли нам, как бы, именно наши клипы совместные. Но когда мы разошлись, ВК и Тикток стали Ханзо. Вот. И, собственно, у меня нет Тиктока, и за это у меня три подписчика на новой странице. Но все впереди. Так что 300 тысяч подписчиков, там, или 400 тысяч подписчиков, то, что было, я думаю, что он мог собрать больше. Я думаю, что за короткое, за более, как бы, короткое время можно собрать гораздо куда больше людей, делая реально нормальный контент. И, короче, Тикток, я иду. Я буду. Соберу всех старичков, короче, и мы залетим в Тикток. Я знаю, как нервничают многие люди, почему постоянно пытаются перекрыть мне кислород. И частенько все происходит так, как я ожидал. Но вот реже то, что у нас какие-то коллаборации, у нас какие-то западные артисты. Я сегодня смотрел, мне скинули ссылку на Муз-ТВ, где показывают наш распад с Джаро Ханзо, и где говорят то, что у Ханзо выходит фит с Ники Джемом и Френч Монтан. Но Джаро тоже не теряется и делает фит с Макс Барских и Killjoy. Я так скажу, я очень уважаю Макса. Макс Барских это крутой вообще артист. И я, типа, ну, для меня большой опыт сделать с ним фит. Но я хочу напомнить каждому, что песня «То мой кайф», который с Ники Джемом и Френч Монтана, где, собственно, мой припев и моя идея. Чуваки, я тоже на фите. И я бы, короче, так не поступил. Но это немножко по-блюдски, мне кажется. Ну, говорить, что у Ханзо фит с Ники Джемом и Френч Монтана, а я там, ну, где-то там что-то. Чуваки, я сделаю еще больше песен. Я сделаю куда лучше. И я переплюнусь в самого себя. Когда я сделал «Кролева танцпола», мне сказали, чувак, дальше ты уже не поднимешься. Делай примерно такое и живи ровно. У тебя будут концерты и так далее. Но когда вышел «То мой кайф» и это разнесло в 10 или, не знаю, в 20 раз больше, они немного заткнулись. И я частенько замечал то, как меня пытаются приютить, и чтобы я сидел там в уголке тихонечко и не говорил много, и не знал много, и чтобы просто тупо писал песни. Но сейчас у меня своя банда, у нас свои ребята, и они верные, самые вот, которые здесь. И я думаю, что мы порвем рынок. В 21-й год я заберу все награды. Ну, если, конечно, их не купят, то другие. А то я знаю много, короче, уже опыт был. Я думаю, что подростком я влюблялся каждые 5 минут. Только думаю, красивая, красивая. Ну, мне очень нравится, когда я потом просто понял в итоге, что это клево, видеть людей красивыми. Если ты увидел красивую девушку, это не значит, что она твоя судьба, и все-все-все. Знаешь, зачастую я замечаю, как очень симпатичные ребята, ну, типа, как бы ни звучало там по-гейски. Реально, ну, чуваки, которые, вот, ну, я вот думаю, что вот, ну, любая девушка, как бы, ну, захотела с ним общаться. И они иногда встречаются с такого, который, ну, типа, чувак, точно? Вот, ну, вот такой вопрос возникает. А потом смотришь, как они общаются, думаешь, боже, как клево. Типа, ну, они нашли вот язык, они общаются, и им интересно, короче. Вот это не тупо, как таскать с собой что-то, там, не знаю, как, типа, сувенир, одежду, как брелок. И у меня на самом деле очень большие проблемы. Не то, чтобы, типа, у меня все плохо, а в той культуре, в которой я вырос, братская товарищ, друг всегда стоит на первом месте. И я не знаю, типа, я хороший товарищ, но, типа, я очень плохой семьянин, возможно. Но, но, я исправляюсь и стараюсь быть хорошим отцом для своего сына. Я постоянно думаю о нем. Я вот, я сейчас только последние, там, два-три года начал понимать то, как отец и мама, ну, за меня переживали. Ну, это жестко. Потому что что-то, ну, что-то случится, и сразу вот, ну, страх огромный. Постоянно смотришь, крутишь его тело, все ли в порядке. Мне иногда считают, как дурачка, типа, говорит, чувак, оставь ребенка, пусть побегает. Так вот, свои интересы, вот, я всегда ставлю ниже. Я не знаю, почему, короче, но, типа, вот, если я, я чувствую, не из-за того, что там просто вот любой там чувак, да, какой-то, а вот я знаю то, что вот он мой близкий, и мой брат так же сделает. И вот все-все, вот, ну, наша семья, как бы, мы вот всегда ставим приоритет друзей. И постоянно ссоры о том, что, ну вот, друзья для тебя важнее, что, ну, зачем там тебе семья, когда у тебя есть друзья и так далее. Потому что часто, вот у меня, ну, друзья-болваны, вот, дебилы всякие, им иногда нужно помогать. Точно так же, как они помогают мне, и мы частенько вот срываемся, учитывая, что из-за нашей профессии мы не всегда дома. То есть у меня есть пару дней в неделю побыть дома, потому что концертов много и так далее, и я могу из какого-то товарища просто не появиться там один день или два дня дома, потому что, ну, нужно. И я постоянно говорю, пожалуйста, подожди, умоляю, все будет хорошо, все наладится. И вот постоянно кормлю завтраками, и я думаю, что это неправильно. Надо еще и овсянкой. Нет, ну, я думаю, что надо, надо исправляться и идти более семейной, такой серьезной жизни. Но при этом я думаю, что нельзя слишком углубляться в это, потому что можно вот, ну, быстренько состариться и, типа, перекрыться. Я параллельно снимаю квартиру, где живет моя семья, и я разделяю работу, но эта работа, опять же, как для нас, такая семейная. И также разделяю зону комфорта, даю зону комфорта своей женщине, ребенку, чтобы они могли спокойно там, типа, лечь спать, купаться, и чтобы никто им не мешал. Параллельно работе на бенда, в этом доме, то, что мы делаем, приезжать в какие-то дни и проводить время с сыном. Это клево, короче, когда он вообще начинает разговаривать, знаешь, когда уже складывает какие-то предложения. Он у нас еще такой гиперактивный и сильный, какой-то переросток, и я с ним уже как с мужиком разговариваю. Вот ему трех, нет, даже трех лет, и я с ним уже как вот с мужиком. Он такой, он видит все черное, это, короче, черное, это папа. Папа черный. Машина папы черная. Как у папы. Ходит по улице, короче, видит что-то. Как у папы. Как у папы. А я постоянно реально в черном. Типа, не знаю, практично. И вот он постоянно вот, мама просит, говорит, вот хочу как у папы. Вот эту футболку. Типа, ну, выбирает одежду всегда, как у меня. Какие-то движения, он постоянно смотрит мои клипы, хотя я думаю, что это ненормально. Я как бы хотел бы ему в этом возрасте, чтобы он смотрел другой контент. Нет. И он повторяет за мной какие-то движения. И я говорю, чувак, я не умею двигаться. Не надо косить под меня. Делай что-то свое. И он иногда реально просто вот выкидывает какой-то жест или что-то, то, что я делал где-то на видео. Он там поднимает кулак, еще что-то вот так трясет головой. Это очень круто, когда ты чувствуешь то, что вот есть маленький человек, который, ну, который это вот ты новый. Знаешь, как будто вот, как будто наше тело, оно утилизируется, да, и вот мы передаем информацию, и как говорил там Баста, Сансара. Я очень обожаю эту песню. Но, конечно, идеологии там немного, не совсем так, которые как бы я вижу. Потому что, ну, я все-таки верю в Бога. Но в целом песня очень клевая. И Баста очень крутой. Я им благодарен, что они давали мне ее два года. Я объясню, почему. Хотя я был очень зол на это. Я думаю, что они меня тоже смотивировали стать сильней. И, возможно, то, что я там за два года добился ее, это для меня, типа, теперь на изи добиваться что-то в музыке, что-то, ну, в другой деятельности. Потому что я серьезно, я думаю, что я заработал очень большой опыт в жизни. Особенно за эти два года. Когда ты работаешь на стройке, ночью пытаешься писать музыку, в которую никто не верит. При этом еще там какие-то долги, там платить за квартиру, там, за все это. И я частенько с одного района, с одного конца города в другой. Иногда бывало пешком ходил, чтобы встретить ее. Довести на автобусе до учебы, потому что у меня было, допустим, 50 рублей, это хватало лишь, ну, вот, на поездку уже от нее куда-то. Сначала на работу. Я там отсыпался, потому что я не спал ночью, писал музыку. А оттуда мы ехали потом к ней на учебу, и мы вместе заполняли и учились. Ну, типа она получала музыкальное образование, и я пытался помочь. Пытались максимально, как бы, выжить в этой среде, где все-таки вот ценности культуры, именно культура, да, там, и семейные ценности, и взгляд вот этого вот того века, она, как бы, ну, присутствует. Я считаю, это нормально, потому что сейчас ребята очень легко и быстро получают женщину. И они так же быстро ее теряют, потому что они не чувствуют того, что они потратили очень много времени на то, чтобы добиться, и, типа, чтобы они так же грамотно ценили это. И из-за этого вот эти разводы и прочее много уходят. А вот мой тесте, он очень-очень помог мне с этим. И как бы ни ругались, что бы то ни было, я осознаю, что у меня огромная ответственность, и нужно как-то выдохнуть, пойти и поговорить спокойно. По поводу того, что почему мне не выдавали. Я считаю, что это все из-за того, что именно в нашем народе обычно девушек выдают за знакомых, за близких, за которых знают, вот то, что вот, ну, вот эта семья порядочная, вот эти такие-то, вот эти такие-то. А я в Рваню, типа, я приезжал к ней в Рванах китайских Найка, которые даже не оригинальные, типа, ну, и такой, ну, босяк. И приезжал к ней, и, собственно, я не думаю, что ее родители какие-то, знаешь, циники, и там, типа, вообще, ну, за деньги цепляются, потому что отец у нее очень религиозный, очень консервативная семья. Но все равно мне самому было неудобно, что я без денег, и прошу руки и сердца, хотя я не знаю, чем вообще, то есть как ее кормить и так далее. Но я просто понимал, что если я это не сделаю, это сделает это другой. Не то, чтобы я останусь несчастным, но и она тоже, потому что за нее, у нее могут и не спросить, и тупо, ну, вот, просто потому что сказали родители. И как-то вот в этот момент пришлось вывозить и доказывать. Я думаю, что, будучи я родом из Грузии, а они из Азербайджана, это как-то повлияло на то, что, ну, мне не выдавали, потому что абсолютно разные, возможно, люди с одной и той же культурой, с одним и тем же языком, но у кого какой характер, и, знаешь, допустим, какой-то там грузинский азербайджанец вот угнал тачку, это скажут уже про нас, про всех, типа, ну, кто-то там сделал что-то, это, ну, сказывается на всех. Также на всех кавказцах сказывается то, что происходит в России. Хотя я, мне иногда за своих стыдно очень. Знаешь, вот, ну, приедет какой-то дикарь, там, на один-два дня, сломает что-то, кого-то там ударит, и уезжает, и такой, ха-ха, а нам с этим жить? Я с 99-го года живу в России, я очень люблю русский язык, люблю русскую еду, культуру, пусть кто угодно, что угодно говорит, но если ты живешь в России, и типа, чувак, да, клево, что ты с Кавказа, да, ты приехал на пару дней в гости, да, покажи себя еще лучше, покажи свою культуру, там же столько всего. Ну, в общем, мне за своих стыдно порой, вот, но в целом у нас хорошие ребята, есть куда расти, неважно, кто, какой национальности. Слушай, вообще политика, честно, вот, я, я поговорю за это, но только не то вот, знаешь, не влазя в нее, как бы, вот со стороны. Я, короче, вообще вот, я не знаю, телек, я думаю, что уже все не смотрят, ну, мало кто, ну, типа, первый канал, я никогда в жизни не включу, там просто, я думаю, вот, ну, лапша, 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 только не убивайте меня, ребята, мне еще выступать на первом канале. Я думаю, что очень много, очень много всего, что генерирует, какую-то х**ню, вот, в стране, это межнациональная рознь, информирует про то, что там кто-то, какой-то там, типа, вот, такой же, короче, ну, пошел кого-то, что-то там пырнул, после этого зарождается агрессия, и убивает 10 вот таких, 10 таких вот, как я, они убивают 100, и это бесконечная череда того, что, ну, творит государство. Я, ну, я больше чем уверен, что кому-то это выгодно. Я больше чем уверен, что многие, как они называются, я даже забыл, партии. Я даже больше чем уверен, что если один, типа, конкурирует с другим, то у них какой-то есть общий хозяин, вообще. Ну, в общем, политика, чуваки, держите, топите, там, не знаю, зарабатывайте бабки, поднимайте, все клево, я вообще вот не хочу. Я занимаюсь музыкой, я знаю за себя, я знаю за свою роль в этом деле, что я могу принести людям, что люди могут дать мне, но в политику вообще, ну, категорически вообще, ну, не хочу влазить, потому что, я думаю, это очень грязно. Это очень грязно. Особенно полиция. Ребят, я думаю, что, когда вы останавливаете какого-то пацана, который примерно ровесник вашему сыну, я думаю, это слишком по-блюдски, трясти с него огромные бабки, за какую-то херню, и представив, что это твой сын, и разговарив хотя бы с уважением, я думаю, что не только молодой, как бы, парень должен уважать взрослого человека. Взрослый человек должен уважать себя, из-за этого он должен общаться нормально, если он уважает себя, он должен нормально общаться с молодым человеком, потому что он обращается как к сыну, как к товарищу. Я не знаю, порой, может, на меня обижаются, но я часто говорю, там, дядь, теть, людям, которые вообще не дяди, не тети мне. У нас по привычке, у нас все соседи, это мои дяди, тети, ну вот, это, ну вот такое родство. Я очень рад, когда я среди копов, вижу нормальных, адекватных, и я очень хочу, чтобы наша полиция, она выросла в таких. Я не думаю, что это проблема в зарплате, хотя отчасти, возможно, и зарплата, но я думаю, что всегда будет не хватать им денег. И по большей части, просто оставляйте человечность и не давайте всем этим органам или кому, чтобы они вас вербовали и делали из вас каких-то ублюдков, которые холнокровно могут общаться и пинать чуваков. Недавно моего товарища, артиста моего и коллегу, Асказия, его, короче, остановила полиция, он ехал в такси, я просто про это немного расскажу, не знаю, как он со мной это отреагирует, я надеюсь, Мишаня, ты не против. Он ехал и до него докопались за то, что он без маски, без перчаток, в тот момент, когда еще это не вступило в закон. То есть об этом говорили, но это не было уже введено. Двое полицейских, не понимая, о чем вообще, то есть какие законы, а не какие там пункты, по каким пунктам предъявляли моему другу, они, то есть в итоге, они вытащили его, начали душить, избивать, короче, посадили, короче, в обезьянник, оттуда отвезли в суд, ему дали 5 суток, ну 5 суток, это нормально, он читал книжки, отдохнул, клево, но в целом, не нужно было бить человека, я думаю, не нужно было вести себя по-ублюдски, и, ну если ты хочешь, что-то сделает, но сделает это открыто, да, там камеру убирает, или что-то, у нас даже, ну там и видео с этим совсем есть. Мишанин такой чувак, он настолько трушный, что он это даже, я думаю, не будет выкидывать, а вот я из-за этого за него это говорю, что среди полицейских вот такая херня, и я очень надеюсь, что у нас полиция будет как где-нибудь в Испании, красавчики, хорошие и добрые. Так, тюнинг, извинения, внешности, теги. Что бы я ни сказал, это никак не осуждение людей, которые занимаются этим. Я не знаю, я типа, я считаю себя вот, ну, не очень, как бы, возможно, симпатичным и каким-то там, не знаю, приятным там, типа, на внешность. Я знаю, что у меня, возможно, очень много там изъян, особенно голова, я куда-то к ней бился, она у меня полукривая, но я, имея, как бы, информацию и имея понимание того, что, возможно, что-то со мной не так, я очень уважаю, как бы, то, как я выгляжу. Я думаю, что человек не должен стесняться самого себя. Иногда люди, я не знаю, типа, частенько там, у всех есть рабочая сторона. И иногда мои кореша там, ну, не кореша, но, типа, ну, с чуваками, с которыми я встречаюсь, мои кореша бы так не сделали. Они грызутся за то, кто встанет слева, чтобы, короче, сфоткаться так, как нужно. Чувак, твоя правая сторона, твоя правая сторона такая же прекрасная, как и левая. Это, это офигенно. Природа, она, природа, она сама, искривленная вся. То есть, в природе нет ничего прямого, там, идеального. То есть, что касается земли, то есть, всегда, то есть, где-то гора, где-то там, яма, дерево, оно не бывает идеально прямым. То есть, даже линейку возьми, там, типа, под определенным, там, оборудованием, посмотри линейку, которую создал человек, даже там есть искривления легкие, типа, но это на уровне школы, это нормально, типа, и за этого эти линейки используют. И я думаю, что нужно относиться так же к, чтобы этого не было, в такой, в такой именно среде, да, в нашей, там, типа, в нашем социуме, надо относиться максимально уважительно к людям, которые нас окружают, потому что люди, которые меняют свой облик, там, добавляют что-то и так далее, это значит, либо над ними насмехались, точнее, выдавливались из зоны комфорта, и они чувствовали себя обделенными, и как будто они этим самым вот пытались, вот, самым выразиться, исправить какую-то свою, там, не знаю, проблему. А я знаю девчонок, которые там, допустим, нет особо губов, да, губ или как, она там пошла, сделала, просто потому что над ней угорали, это было в нашей школе, она пошла, сделала, вот, ну серьезно, вот как типа, ну уточка. Я понимаю, что когда, возможно, вот, ну немножко там, чего-то где-то добавят, и типа это, ну, ну когда ты добавляешь, вот делаешь такие вот губы огромные, ну это же вообще, извиняюсь за мою, вот, я думаю, что, ребят, пора, пора открываться, раскрываться, и любить себя, не то, что, ну типа, растить себе эго, а именно принять себя таким, какой ты есть, это очень важно, и моя женщина не красится, именно тот вид, когда девушка, она без косметики, она, возможно, даже вот, немножко такая растрепанная, вот, но дома, типа, ну, поэтому своя классика, своя красота, и какое-то тепло домашнее, но когда очень часто, очень многие девушки, они делают себе одинаковую операцию, там, типа нос и прочее, и это, и они, ну, ничего прикольного, среди них есть клевые психологи, которые, знаешь, дофига имели опыт с мужчинами, и прочее, и вообще, ну, в какой-то вот жизненной среде, то есть, они приходили работать где-то в стриптизском клубе, или где-то еще что, и типа, я замечал среди таких девушек, да, которые даже вот, все такие вот, я замечал реально умных, толковых, но это ни в коем случае не значит, что умные девочки должны заниматься такими делами, вот, лучше дождаться того, чтобы тебя человек оценил именно такой, какой ты есть, потому что, если ты красишься и там, тюнингуешь себя, это значит, что ты одна машина, вот, ты одна из машин в коллекции, есть наподобие тебя кто-то, но когда у тебя, возможно, там, не знаю, левый клык, вот этот зуб, я не знаю, как называется, какой там он номер, возможно, знаешь, немножко скривлен, возможно, ресницы не такие, там, не знаю, пушистые, да, или что там, или что, ну, в общем, это создает оригинальность, это изюминка, потому что только у этого человека есть такое, но когда делают все эти одинаковые пластические операции и многое другое, это становится очень так неприкольно. Если у человека была какая-то травма, и он сделал операцию, это, это понятное дело, потому что, если есть возможность исправить что-то, почему нет? Но когда, чувак, ты и так офигенно выглядишь, и так у тебя все классно, нахрен себе менять лицо, добавлять что-то, вот эти скулы, знаешь, которые они еще делают, еще потом чуваки, они еще мажут ее там чем-то, чтобы она блестела. Женщин вообще загнали, хрен пойми куда. Кучка чуваков, там, не знаю, где они сидят, в Милане или где, вот эти комьюнити. Я, типа, вообще не против, там, геи, не геи, там, чуваки, там, топите, нормально. Типа, кто как живет, все классно, но просто я думаю, что многие компании, именно, которые занимаются красотой, фэшн и прочим, они очень сильно загоняют женщин в рамки, и дуют женщин, их мужчин, благодаря тому, что постоянно навязывают женщинам, что ей нужно краситься. Девушка без косметики не может выйти на улицу, а она говорит, ты что, я еще не накрасил себе там это, или там в капюшоне куда-то идут, чтобы, блядь, лишь бы их не увидели. Это ненормально. Надо прекращать это делать, потому что косметика слишком дорогая. Ну, опять же, деньги уходят не туда. Вот понимаешь, 6 тысяч, допустим, там стоит, как это называется, подводка там для глаз или что, тушь, 6 там, и тире, там 10 тысяч за какую-то херню бывает дают. Чувак за 10 тысяч, там какая-то пенсионерка живет вообще. Ну, я думаю, что эти вещи, косметика и многое другое, это клево, это можно использовать, но это не должно быть таким дорогим. Это очень дорого, когда ты заходишь там. Я вот, допустим, ни разу никогда в сумме не закупался. И, честно скажу, я никогда туда не заходил даже и не собираюсь. У меня, типа, я частенько выгляжу, как отшельник, ну, типа, мне прикольно, мне вот по кайфу. У меня там штаны могут стоить тысячу рублей, две тысячи рублей. Эти штаны я ношу очень долго, и мне их купил за мои деньги, которые я получил бы с концерта, мой концертный директор бывший. И это было на фотосессии. Я сказал, Антон, мне нравятся штаны, можно я их возьму, а ты спишешь? Он сказал, окей. Я думаю, что можно найти за очень дешевую, очень прикольную одежду. Но когда ты идешь и покупаешь Versace, там, не знаю, за сотку, это Palm Angels с огромной надписью на спине, чувак, ну, если ты хочешь себе утвердиться, вот именно как то, что, ну, в тебе есть что-то прикольное, и ты богатый, и клевый, чувак, помоги кому-нибудь. Вот просто сделай какую-то приятную вещь кому-то, и ты увидишь, как клево кому-то помогать. А эта надпись на спине, это, ну, мне кажется, для, ну, для очень бедных. Ну, для таких, как я, очень много замечаю, что чуваки покупают именно шмотки с огромной, вот, с огромной надписью бренда, и, ну, за 30 тысяч, там, допустим, ну, самый дешевый футболк, сколько там в Гуччи стоит? Тысяч 30-40, там, самая такая, из конопли, которую сделала. Вот. Я думаю, за эти деньги можно пойти в секонд-хенд и взять офигенные шмотки, которые вообще, ну, редкость. Собрать классные луки, и не то, что меня, но прикольные. И вот, чем отдать за какую-то херню просто из-за того, что там на ней есть бренд? Ну, ребят, кому? Хватит. Очень много людей, которых я знаю, и они очень успешные, они гоняют с шестым айфоном, седьмым айфоном. Но я также вижу чуваков, которые вообще не зарабатывают, и они сидят, короче, до последнего копят и отдают последние бабки за 12-й айфон. В общем, деньги уходят не туда, ребят. Давайте вместе учиться, правильно распределять деньги, потому что я тоже не умею, и мне тоже нужно это привести в порядок. Так что следите за своими бабками. В общем, история с коронавирусом. Мы как-то занимались с Ханом в тренажерке. Это был мой первый день и последний, когда я пришел. Хотя я купил абонемент на полгода за большие бабки. Я думал, что это правильная инвестиция. Собственно, мы были там, мы занимались, и я очень долго думал, что бы такого сделать, чтобы мы отличались, потому что очень много таких, очень много чуваков нерусских, ну, как, типа, обычно говорят, нерусских, кавказцев, там, типа, восточных чуваков, которые занимаются музыкой. И я не хотел перекрашивать свои волосы. Я думаю, что, может, я когда-то это сделаю, но сейчас у меня понятие такое, что, ну, меня не поймут мои близкие. Ну, многие вещи я в себе не трогаю. Но я подумал, что, возможно, сделав прекрасное коронное лице, мы с Ханом будем как-то отличаться, и у нас будет такой, знаешь, сигнал, что это мы. Потому что, ну, очень сложно пытаться выделиться и так далее в тот момент, когда ты сам не хочешь это особенно, когда ты сам не хочешь выделяться. Вот. И, собственно, мы сделали татухи, и после этого очень много было критики в моей стороны. Я ждал этого. я знал, что на меня обрушится многое, мои братья начали меня, короче, гнобить за это и говорить, типа, чувак, позор, все, там прадед приехал, чувак, больше тебя вообще, лучше не подходи к нему. И вот это хороший пример того, что нужно поддерживать молодежь. Я, когда подошел к нему, он мне говорит, орха, какая прикольная татуировка у тебя на лице. Взрослый, человек, которому больше ста лет, и я его обнял так от души и думаю, какой же ты клевый, спасибо. Но я говорю, дед, это временно, я уберу. Это здесь, как бы, ну, типа, временно. Я не думаю, что там музыка, которую я делаю, и знаю, типа, ну, на самом деле, какой я там внутри человек, я думаю, что меня эта корона не красит. Ну, она не так меня показывает и ассоциирует. Я не хочу быть чуваком с короной. Чем-нибудь другое набью на это место либо удалю с виду эту татуировку. И татуировки, кстати, я думаю, играют очень большую роль. Они как будто, знаешь, они как будто входят в твою жизнь. Вот ты что-то сделаешь, да, и как будто оно все, вот оно с тобой. Это, я думаю, из того, что вот мы постоянно это видим и на подсознание у нас уже откладывается. Типа, это очень влияет на жизнь. Есть прикольная цитата, которая тебе помогает, так что набей куда-нибудь и постоянно смотри и мотивируйся. Но я бы сказал вот молодому поколению, что лучше вообще не делать стировки. У меня их три, я, наверное, больше не буду делать. Вот ближайшие пять лет точно я, наверное, ничего не буду делать. Так, три вещи, которые я не люблю. Я больше чем уверен, что я сейчас скажу, а потом выйду и подумаю еще лучше и найду еще что-то более глобальное и пойму, что сказал не то. Но вот совсем недавно, вот последний опыт, я тебе скажу, я был на дне рождения, я вот, допустим, ну, не люблю вот говорить тосты, вот это вот все такое, знаешь, вот заучное, либо там что-то вот, или, знаешь, как другой мой друг. Здесь сегодня все собрались в честь тебя, это твой папа, это твоя мама, это, и, знаешь, перечислять. И вот все банально. Чувак, да скажи, я тебя люблю, я тебя обожаю, брат, я здесь с тобой. Просто, ну, все, что я тебе желаю, ты и так знаешь. И все, я все сказал, короче, и бросил микрофон, знаешь. А когда вот я сижу, один стоит с рюмкой и говорит тост. Полчаса, половина ходит туда-сюда, кто-то его уже угорает над ним. И он вроде вот все-все-все, а из-за уважения мы все должны встать. И мы стоим, ждем, когда он договорит. И я понимаю, что очень много воды. Чувак, скажи искренне, по-настоящему, не надо выдумывать. Вот что здесь чувствуешь? Я почему вот часто показываю сюда, да? Я вот, ну, я просто верю в то, что у меня вот здесь вот есть огонь, который, знаешь, можно передавать людям, и он есть не только у меня, есть у тех, кто реально во что-то верит, и это вот всегда вот здесь чувствуется. И просто вот, ну, почувствуй отсюда, вот что идет, ну и скажи это. Я вот вообще не стесняюсь подойти к кому-то и сказать, чувак, какие у тебя охрененные кросс, и вообще-то, ну, клево, я с тобой там общался пару минут, и типа я всегда кидаю комплименты, не из того, что, ну, типа, это как-то помогает мне с ними общаться в дальнейшем или что. Я, ну, мне там, мне нравится говорить о том, что мне нравится. Из-за того, что они насмотрелись, как их родители там говорят, эти, тосты, тосты, они также вот, ну, пытаются вот обойти во взрослую жизнь, и бесконечная череда того, что это повторяется, повторяется, и очень мало искренних людей. Да, вот даже вот песни, мне частенько вот именно в новой школе, мне там говорят, слушай, что-то у тебя куплет такой маленький. Я говорю, чувак, все, что нужно было, я сказал. Если хочешь свою версию, вот давайте бит скину еще тут подальше, куплет, допиши мой куплет, что хочешь. Я говорю, все, что нужно было, я сказал. В последней там, не знаю, вот в работе, которую я делал, я написал про своего брата, а у нас есть родственник, Джимми Везунчик, его 36 раз ножом парнули. Когда он вышел из больницы, он забрал заявление, он освободил их, и я в песне говорю, что я Джимми Везунчик, нам не иголки, но я люблю этих подонков. И вот какими бы подонками не были ваши порой, ваши близкие, люди, которые вас окружают, надо иногда быть умнее, быть добрее, платить им добром, чтобы им было стыдно. Второе. Московские пробки. Я очень жалею, что у меня есть машина. Не, хотя это, наверное, слишком легкое. Эгоисты. Вот эгоизм, я знаешь, я думаю, что с одной стороны, это возможно для кого-то правильно. Я не могу оспорить тот момент, что человек не должен любить себя. Частенько я замечаю, как вот даже среди моих там кто-то из них, короче, ну, тянет идеал на себя. Я сразу типа на месте говорю, чувак, это твой братик. Вот максимально, чтобы если ты хочешь, это отдали тебе, отдавай ему это два раза больше, толкай в его сторону. Ты хочешь что-то, если, допустим, ты хотел, чтобы тебе дали это, попробуй дать это сам кому-то. Если ты, если вы живете в одном доме, считай, что ты здесь жилец, а он твой самый вот близкий и теплый вот гость, с которым вообще нельзя п***ться. Ну, надо по полному его обслужить. И у нас дома вот эта гармония, любовь, типа, преданность, честь, это типа самое важное. Я стараюсь, чтобы у них не росло внутреннее эго. Слово «я», чтобы было меньше. Знаешь, это очень часто бывает люди, которые говорят «я, я, 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 я». Ну, я думаю, это что неправильно. Третье. Блин, ну, честно, очень много всего. Я даже не знаю, за что браться, что я люблю больше всего. У меня есть песня, называется «В четырех клапанах сердца». Я в детстве очень любил биологию. Я и сейчас ее люблю. И астрофизик, и много чем увлекаюсь. И вот биологию, когда мне подарили первую книгу, мой первый педагог, там было написано, что в сердце, в сердце четыре клапана. Где-то на подсознании мне осталось. И когда мне было 14 лет, мой дядя, дядя Мамед, он спросил, говорит, «Орхан, что для тебя важно в жизни?» И я не знаю, типа я встал, а я всегда вообще, ну, типа не любил разговаривать, что-то, внимание, потому что, ну, я вообще сциопат. Я не люблю выходить даже из комнаты куда-то. И я встал, и думаю, ну ладно, придется отмазываться. и говорю, ну, вера, любовь, семья, честь, с самого детства. А потом вспоминаю, что в четырех клапанах сердце. И я в 14 лет побежал, когда сказал это, побежал в свою комнату и записал это на микс-тейп, 50-сента, эти строчки, чтобы не забыть. И там поется, типа, четырех клапанах сердца, вера, любовь, семья, честь, с самого детства. Четырех клапанах сердца, с самого детства. И это, наверное, вот если брать из человеческих качеств, это, наверное, вот самое, вот самое, что вот я хотел бы видеть в своих близких. Преданность. Когда ты даже хреновый друг, знаешь, ты можешь вот реально вот накосячить, сделать что-то не так, постоянно кого-то подводить, но при этом ты вот приходишь и понимаешь, что друг сделал то, что нужно было тебе. И вот реально ты сам раскаиваешься и говоришь, блин, вот стыдно, стыдно, и ты тем самым исправляешься. Это нереальное чувство, когда человек не ждет от тебя взамен чего-то, просто любит тебя и делает тебе это. Вот я думаю, что вот эти те качества, которые я люблю, если это касается людей. Я скажу музыкой. Я думаю, что люди рано или поздно, знаешь, в какой-то момент они начнут выкупать. Я ничего не имею против Хана и его музыки. Я ничего, знаешь, я также сегодня на Муз-ТВ видел, что история о том, что у нас разделилась музыка, что я, типа, делаю новую школу, типа, не хочу заниматься другим, что я отказываюсь от каких-то проектов. Да, я отказываюсь от конченных проектов, где мне стыдно, где мне стыдно, когда взрослые мужики поэтку эту хуйню, извиняюсь за выражение, где, ну, где нужно творить то, что, возможно, попадет в Тик-Ток и так далее, но я хочу делать историю. Я понимаю, что я не какая-то там легенда рожденной там и прочее. Легендами, как бы, я думаю, становятся, они рождаются. И надо проделать огромный путь. Я не знаю, что будет, я просто, ну, я верю в то, что я могу попытаться хотя бы. И даже не то, чтобы, ну, стать легендой и так далее, что бы я там даже в песнях не говорил. Просто, знаешь, насколько максимально я могу куда-то уйти, насколько максимально я могу вырасти, как музыкант, насколько я могу вдохновить людей вокруг, потому что я знаю, что из-за меня в Саратове до хрена людей, ребят, они жестко, короче, побросали свои работы, многие дела, отказались от всякой взамен, чтобы ходить на студию, делать музыку, материал. Я понимаю, что половина из них, возможно, ну, отсеется, но самые сильные, они, то есть, в какой-то момент, через 10 лет, не знаю, через 5, если они скажут, что когда-то меня вдохновил Джаро, мне, честно, я, ну, я заплачу. Так что я думаю, что все впереди, все клево, и я не собираюсь делать только новую школу. Я, у меня нет граней, я делаю попсу, я делаю фанк, что угодно, у меня больше 3000 проектов, больше 3000 демо, которые я даже, вот, ну, не могу послушать физически, потому что их дохренище. Я, я из-за чего начал продавать песни? Из-за того, что, ну, очень много разных жанров, очень много разного, разных идей. Возможно, песни, которые я не смог бы даже, ну, позволить петь себе, потому что, ну, уже не тот возраст. Возможно, уже какие-то там, знаешь, другие мысли. Но это идеально подходит кому-то, и я продаю. Я думаю, что это нормально, когда я могу зарабатывать еще с этого, вот, особенно, когда нет концертов. Как-то так, короче. Через 10 лет, я думаю, что я состарюсь. Ну, я реально, типа, не то, чтобы состарюсь, но, типа, я уже прям вот, смотря на своего отца, и на многих родственников, я думаю, что я очень быстро поседею. У меня уже идет седина. Я думаю, что в 30-ке это будет явно видно, а через 10 лет это, ну, вообще, будет жестко. И я не буду красть волосы, я не буду, типа, ничего делать. Я думаю, что это клево. У меня будет раньше. Я куплю огромную территорию, возможно, не у Москвы где-то, а в нормальном месте. Где природа, где леса. И мы с ребятами построим свою деревню, где у каждого будет дом. Знаешь, на расстоянии там 300, может, 500 метров. У каждого своя лужайка, еще что-то. И где мы сможем создать ту атмосферу, которую хотим. Я очень люблю природу. Возможно, для кого-то стыдно это или что. Мне вообще, типа, плевать. Я полжизни провел в деревне. Я обожаю деревню, и я думаю, что это лучшее, что может быть. Когда ты не смотришь на время, когда у тебя есть определенные поставленные задачи, знаешь, что сегодня нужно сделать это, то и другое. Когда ты гуляешь по полям, не знаю, с друзьями, этот ветер. Ну, здесь этого не хватает. Типа, очень не хватает. И я хочу жить в деревне обратно. Хочу вернуться только в прикольную деревню, которую построю сам. И разводить лошадей. Ранчо с лошадьми и разными зверюшками. Особенно с собаками. Самая главная в жизни – это понять, что для тебя главное. Вот. Я думаю, что это, типа, вот. Ну, каждый должен для себя это что-то понять. Я просто, я просто знаю, что для меня это ответственность, которая вот на меня, на меня возложилась. Это мои близкие, мои это. Вот. Я живу для них. Меня иногда называют, типа, как это, страдалец, жертва, что ли. Что-то такое, короче, типа, из того разряда. Типа, я мало обращаю внимания на себя, хотя должен, типа, следить за собой. Мне нравится так жить. Я, я обожаю жить для кого-то, и я думаю, что это клево. Все. Спасибо огромное вам. Спасибо огромное вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok